Продолжение следует... 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 уровня гемоглобина, они могут значимо увеличить риск развития рецидива у больных, которые получают противоопухолевую терапию по поводу метастатического колоректального рака. И, конечно, мы должны ограничивать количество гемотрансфузий, которые мы используем у тех пациентов, которым планируем проведение эффективного лечения с надеждой на полное излечение даже при распространенных стадиях. Следующий слайд, пожалуйста. Еще один большой пул, который мы сегодня хорошо знаем и широко используем, это, безусловно, эритропоэтины. Следующий слайд. Это известные препараты на сегодняшний момент, которые представляют из себя рекомендантный человеческий эритропоэтин или эритропоэтин альфа или эритропоэтин бета, которые получены из клеток яичника китайского хомячка. Препарат выпускается в ампулах для внутривенного или подкожного введения и обладает достаточно выраженным терапевтическим эффектом в виде поднятия уровня гемоглобина. Эффект наступает единственное, что через одну-две недели, и терапия эритропоэтинами должна быть длительной, и, естественно, это все вызывает вопросы о возможности использования данных препаратов как сопроводительную терапию, достаточно дорогостоящую в рамках проведения противоопухолевого лечения. Следующий слайд, пожалуйста. Физиологию эритропоэза мы здесь сейчас рассматривать не будем, потому что у нас осталось достаточно немного времени. Следующий слайд, пожалуйста. Эритропоэтин является ключевым стимулятором эритропоэза, поэтому нам крайне важно иметь возможность эти препараты использовать, поскольку мы можем их использовать у пациентов с уровнем гемоглобина уже менее 100 грамм на литр, обязательно у тех пациентов, которые получают химиотерапевтическое лечение, у тех пациентов, у которых есть симптомы анемии, для того чтобы попытаться предотвратить дальнейшее снижение концентрации гемоглобина, и пациентам, которые получают химиотерапию, показывают быстрый уровень снижения гемоглобина для повышения эффективности лечения, для улучшения общего состояния больных, поскольку применение эритропоэтинов у тех больных, которые не получают химиотерапию, в данной ситуации будет просто у онкологических пациентов, которые получают какое-либо другое лечение, нецелесообразно. Следующий слайд, пожалуйста. Эритропоэтины смогут нам помочь скоррегировать анемию за счет стимуляции эритропоэза прямым действием. Они снижают потребность в гемотрансфузиях, что тоже очень важно, еще раз повторюсь, для наших пациентов. Они уменьшают перегрузку препаратами железа, если мы их используем, нормализуют артериальное давление, нормализуют значительное количество сердечно-сосудистых проблем и, безусловно, повышают качество жизни. Следующий слайд, пожалуйста. На сегодняшний момент мы имеем значительное количество эритропоэзинов, которые мы можем использовать для поддержания организма нашего пациента во время противоопухолевого лечения. И у нас должен быть выбор в рамках системы КСГ для того, чтобы мы могли эту терапию эффективно назначать. Но, к сожалению, то, что у нас есть здесь и сейчас, это возможность использования эритропоэзинов и КСГ только в рамках гематологического стационара. А мы, как правило, находимся в рамках онкологического стационара и лечим не гемобластоза, а солидные опухоли. Следующий слайд, пожалуйста. Поэтому так важно иметь возможность принятия наших рекомендаций Министерством здравоохранения и возможность внедрения их в КСГ. Следующий слайд, пожалуйста. Очень важно в отношении эритропоэзинов понимать, что мы должны ориентироваться на длительный прием данных препаратов, потому что, как правило, те пациенты, которые к нам поступают на лечение с возможным сниженным уровнем гемоглобина, это гемоглобин 80, а целевая точка у нас будет 120. И эритропоэтины мы вводим не единственный раз, это не одноразовая акция, поскольку уровень гемоглобина на применение эритропоэтинов у нас восстановится где-то через 8-12 недель, поэтому нам нужны какие-то длительные возможности использования данных препаратов. Следующий слайд, пожалуйста. И еще один вариант, который у нас есть в арсенале для возможности коррекции анемии, который есть в наших рекомендациях, это, безусловно, препараты железа. Следующий слайд. Дефицит железа может быть как функциональным, так и абсолютным, все это будет оцениваться по уровню сывороточного эритина, и любое его снижение будет приводить к развитию анемии. Следующий слайд. Это тоже достаточно известный факт. К сожалению, есть варианты, которые будут способствовать еще большему развитию анемии за счет того, что препараты железа мы тоже можем применять в ограниченном количестве. Мы должны обязательно помнить о том, что у нас есть такие цитокины, как гипсидин, которые будут уменьшать всасывание железа в кишечнике, будут блокировать его в освобождении из макрофагов. Есть интерлекины, которые будут повышать экспрессию гипсидина и, следовательно, еще больше ухудшать усвояемость железа нашими пациентами. Следующий слайд, пожалуйста. Поэтому, если мы говорим о возможности коррекции анемии с помощью препаратов железа, то, конечно, здесь есть определенные особенности, которые мы тоже должны учитывать. Это только внутривенное введение, это абсолютно неиспользование пероральных форм за счет блокирования всасывания железа из-за гипсидина в кишечнике у онкологических пациентов и стараться не использовать внутримышечное введение. Но, опять же, еще раз повторюсь, основным методом коррекции все-таки, наверное, у нас будут эритропоэтины. Следующий слайд. Потому что препараты железа даже при внутривенном введении, при большом их количестве, не позволят нам нормализовать стойко, нормализовать уровень гемоглобина у пациента, который имеет опухолевый процесс распространенный и получает специализированное противоопухолевое лечение. Следующий слайд, пожалуйста. У нас есть определенные перспективы коррекции аномии. Следующий слайд. Это и возможно использование аскорбиновой кислоты. У нас хоть недостаточное количество данных и нету рандомизированных исследований, но, тем не менее, есть определенные перспективы возможного использования. Может, мы что-то будем иметь в дополнение к тем разработкам, которые есть сейчас. Следующий слайд, пожалуйста. Разрабатывались препараты, которые пытались быть антагонистами гепсидина для улучшения всасывания и усвоения железа, но, тем не менее, к сожалению, мы на сегодняшний момент никаких эффективных средств не имеем. Следующий слайд. И есть специфические ингибиторы домена пролилгидроксилаза, которые способны тоже значительно увеличить и быстро увеличить количество эритропоэтина у пациента, собственного, но это количество значительно снижается уже при... Следующий слайд. Через определенное количество времени, достаточно короткое. Поэтому никаких эффективных средств, кроме гемотрансфузий, эритропоэтинов и препаратов железа на сегодняшний момент мы для коррекции анемии не имеем. И еще раз повторюсь, очень важно разработать рекомендации, очень важно принять эти рекомендации по коррекции анемии, потому что только это позволит нам ввести эритропоэтины в КСГ и эффективно их использовать на всех этапах лечения наших пациентов, которые имеют анемию, связанную как с опухолью, так и с лечением. Следующий слайд, пожалуйста. И тот вопрос, который мне хотелось бы задать, поскольку наша сессия предусматривает интерактивное голосование, пациент, мужчина, 47 лет, метастатический колоректальный рак, получает фолфок с биоцезумабом в рамках первой линии лечения, пациент получил уже три цикла, перед началом четвертого цикла у него гемоглобин 78 грамм на литр. Нам необходимо принять решение, будем ли мы пациента лечить дальше, будем ли мы коррегировать анемию на фоне лечения, будем ли мы пациенту использовать гемотрансфузию. Мне бы хотелось, чтобы мы с вами попытались ответить на этот вопрос, какой же уровень коррекции, какой вид коррекции мы будем использовать у данного конкретного пациента. Мы проводим цикл терапии без коррекции, мы вводим эритропоэтины и проводим цикл химиотерапии с отсрочкой, мы вводим препараты железа после нормализации уровня гемоглобина, проводим химиотерапию с отсрочкой, мы проводим гемотрансфузию перед проведением цикла химиотерапии и мы проводим химиотерапию с одномоментным назначением препаратов железа. Голосование запущено? Гемотрансфузия. Смотрите, практически четверть из слушателей все-таки отмечают гемотрансфузию. И проведение цикла химиотерапии с одномоментным назначением препаратов железа 26%. Самое, наверное, наибольшее – это эритропоэтины и проведение назначения препаратов железа. Второе – это, конечно, гемотрансфузия. Все-таки первое – это лекарственная коррекция анемии. И коллеги выбрали как раз большей частью, по сути, 52% выбрали ту или иную лекарственную коррекцию анемии. Спасибо большое за голосование. Тех же эритропоэтинов в рамках КСГ. Я думаю, что этот пункт выбрали бы большее количество респондентов, чем сейчас. Но, тем не менее, я всех благодарю. И я очень надеюсь, что резолюция, которая будет оглашена в конце этого дня, будет принята. И у нас все-таки будет шанс зарегистрировать рекомендации русского в Министерстве здравоохранения. Субтитры создавал DimaTorzok